Иногда нужны ограничители. Вот, допустим, есть зоны риска в семье. Допустим, у женщины зона риска – это, допустим, командировки мужа. Это правильно будет сказать, что будешь ездить в командировке, и я с тобой буду разбираться. Потому что это зона риска. Мужчина уехал в командировку, дальше ему могут сорвать крышу спокойно. Женщина тоже одна в отпуск поехала – это опасно. Поэтому здесь надо жестче. То есть, это зоны риска. Здесь есть какие-то принципы, в которых надо включать очень твердую позицию. И тогда это сработает, если в остальных вещах ты очень мягко себя ведешь. Но если ты всегда включаешь твердую позицию, то в самый опасный момент она не сработает. Потому что человек привык уже к этой жести, ему все равно. Понимаете, он тоже идет на принцип. Не обижайте любимых укреками. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые, наши любимые. Почему ранимые? Потому что сама энергия любви делает человека чувствительным и ранимым. Поэтому женщины по природе чувствительны и ранимы, потому что они источник этой энергии любви. И мужчины тоже в отношениях с женщиной в семейных жизнях тоже становятся чувствительными и ранимыми, потому что они живут в этой атмосфере любви. Поэтому всегда нужно знать, как правильно вести себя с близким человеком. Надо избегать зон, где человеку особенно тяжело. Вот, допустим, женщине очень тяжело, когда на нее нажимают с помощью особенно логики. Вот, допустим, муж начинает... И начинает ей гнать кругу, как бы, логическую. Что с женщиной происходит? У женщины психика так устроена, что, когда начинается логическая такая очень жесткая беседа, у нее очень чувствительный ум. Очень чувствительный. И она начинает чувствовать, что она уже ничего не соображает, что-то он на нее давит. Что он хочет, я не знаю. Даже голова начинает болеть от этого всего. Думает, как даже он заткнется-то. Я правильно говорю, женщина? Ну, то есть, нажимать на жену вообще не вариант. Она все равно ничего не слышит. Она тут пеет просто этих слов вообще, как кошмар какой-то. Что он не хочет? Вот. Ну, то есть, женщине надо очень ненавязчиво, мягко все объяснять по-доброму. Если она хочет слушать. А если не хочет, то можно даже не объяснять. И дождать чуть-чуть. Придет время и объяснишь, когда придет благоприятная ситуация. То есть, женщине, если мягко, тактично с ней себя повести, она легко понимает, кто от нее хотят, и легко соглашается это сделать. Но вот мягко, тактично с женщиной себя повести очень сложно. Это тяжело, то есть, где грань между обидчивостью, но обидишь жену или скажешь так, чтобы она не обижалась. У меня этой гранью является шутка, допустим. Или какой-то юмор такой тонкий, чтобы она смеялась. И тогда она понимает, что от нее хотят. Например, допустим, на кухне грязь. Я подхожу и говорю, дорогая, меня друг спросил о том, как сказать жене, чтобы она не обиделась, что на кухне надо убираться. Она такая смотрит на меня. Ты что, разыгрываешь меня? Я говорю, нет, 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 и пошел. На следующий день кухня чистая. Понимаете? То есть, очень мягкий такой, ненавязчивый стиль. Полуигровой такой. Вот этот стиль игры, некоторые люди думают, что играть с близким человеком нехорошо. Надо его, правда, матку говорить. Понимаете, это бред полный. Потому что, если изучать, вообще в ведах описано, что отношение любви всегда это игра. Причем эта игра, это просто добрый стиль отношений с близким человеком. Это шуточки. Мягкий такой стиль поведения. Если человек наглеет, это дистанция. Вот. Если хорошо себя ведет, значит по-доброму. Ну, то есть и тут, и в этом атмосфере, когда легкий стиль, понимаете, отношения между мужчиной и женщиной должны быть легкими по природе. Часто мужики меня спрашивают, а люди начали от меня, а жена-то ушла. Я говорю, а у тебя какое поведение-то к ней было, легкое или тяжелое? Понимаете, если мужчина начинает, я тебе сказала, я говорю, да, я тебе... Потому что ты нажимаешь, у него, в ней просто лопаются мозги от этого, и все. Веди себя мягко, по-доброму. Если она начинает наглеить, ну, чуть-чуть подальше. Обязательно начнет наглеить. Говорит, Олег Инатьевич, если я мягко буду вести, обязательно обнаглеить. Ну, конечно, обнаглеет. И это нормально, это первая стадия отношений. Веди себя мягко с близким человеком, он начинает наглеить. Это первая стадия. А потом ты чуть-чуть пожестче начинаешь воспитывать его, и он приходит в норму. Почему он приходит в норму? Говорит, если человек обнаглеет, он вообще тогда не будет тебя слушать. Объясняю, почему. Потому что если ты по-доброму себя ведешь, он снаружи наглеет, а внутри у него благодарность в сердце, что ты так себя ведешь. Обнаглелся всем чуть-чуть раз, начала воспитывать. Благодарность дает возможность человеку слушать. Благодарность открывает души. Если благодарность, это не чувство в сердце, которое человек сам испытывает, а у нас в сердце Бог живет, понимаете? И когда человек правильно себя с его человеком, с человеком Бога ведет себя правильно, то Бог благодарен становится этому человеку. И в результате ты чувствуешь в благодарности свое сердце, хоть и не хочешь делать вид, что как бы все не так. Наглеть в близких отношениях – это естественная вещь для каждого человека. Я сейчас объясню, как это работает. Но если ты заботишься о человеке, благодарность становится такой сильной, что ты можешь его воспитывать начать, ты можешь мягко, по-доброму ему говорить, как правильно, и он ему придется слушать, потому что благодарность заставляет слушать. И неблагодарность, ну как бы чувство протеста, наоборот, не дает возможности слушать, понимаете? Вот если ты, допустим, нажимаешь на близкого человека и не даешь энергии людей двигаться в отношении, то он будет протестовать все время против тебя, и ты будешь конкретные и правильные вещи говорить, но они не будут доходить до мозгов. Потому что любовь выше правды в отношениях всегда. Допустим, жена – хватит пить, хватит пить, он будет больше пить и больше пить. Что делать? Прими его, какой он есть. Допустим, пришел пьяник, я вам рассказываю, как побеждать пьянство мужа сейчас, это не шутки. Пришел в пьянике, да? Мой дорогой, пьянчужечка мой любимый, заходи, зашел, давай, раздевайся, вот, описался весь опять, вот, давай, раздевайся, спать, все. Вот на следующий день протрезвел. Мой хороший, протрезвел, все, штанишки твои описаны, прости, ладно, все нормально. И не разговаривайте дальше с ним просто. Он – ну, прости меня, пожалуйста. Проблема ведь не в том, что он виноват, а в том, что он не умеет отдыхать. Если он чувствует покаяние вот это в сердце, направьте его правильно. Скажите ему – я могу тебя простить, но это ведь ничего не поменяет, потому что завтра ты опять будешь выпивать. Пойдем с тобой в парк, побежимся, это будет твое прощение по отношению ко мне. Используйте его виноватость сразу в нужном направлении. Понимаете, потому что почему он пьет, он не умеет отдыхать просто, в этом причина. Нет другой причины, понимаете. Начал спортом заниматься, все, отдых пошел, психика восстанавливается от спорта, значит, пить не будет. Спасибо. 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 Спасибо.